всем привет мой позывной кацап сейчас до меня проехала два товарища один корреспондент а второй бывший сослуживец ну когда еще служил у нас как-то судьба свела в начале всех вот этих бурных моментов полностью начало войны мы вместе вместе прошли но он у нас парень такой скромный не хочет о своих заслугах рассказывать в общем буду я вместо него рассказывать его позывной сова он не будет меня подправлять где ну что то мы же подзабыл может что-то неправильно помню просто расскажу о человеке вот именно простой пацан донецка с петровского района никого не трогал никого не кусал жил себе дожил потихоньку работал ну пришел майдан работа конечно не стала и началась вот это движение антимайдан у нас по донецку потом поехал на первый митинг поехал на второй митинг и на втором митинге мы с ним познакомились маршрутки ну ехали с георгиевскими ленточками с флагами разговорились оказался толковый пацан и поскольку маринка с петровка это ну соседние районы как получается начали поддерживать связь и на один из митингов мы ехали на очередной а мне передали это самое у меня было всем флагов донецкой народной республики и мы ехали на эту митинг я же пацанам пораздавал по флагу чтобы ними махали а этот митинг был 1 мая и тоже советовал флаг подержать в руки ну после митинга на площади ленина мы пошли милиции разбираться какой власть они будут поддерживать народ будут донецка поддерживать или все-таки киевскую хунду надо уже захватившую полностью власть ну наша доблестная милиция выбрала сторону народу и этот выбор я целиком и полностью поддерживаю они против нас были и один из моих флагов сова возгрузил на здание областного областного ровд потом мы с митингом ну просто с митингом пошли этот же вопрос задать донецкой прокуратуре там нас что-то не поняли там выставили заслон детвору с военного училища срочников но детвору выставили они прекрасно понимали что тут шахтеры металлурги учителя таксисты что детей мы обижать не будем и когда мы пришли с этим вопросом заслон мы просто тогда стояли там митинг подымался ну добрые ребята со стороны украины додумались кинуть в толпу пару шумовых гранат но сами понимаете толпа все на взводе ну конечно мы не обижали этих детей ну пришлось их просто ну как сказать отодвинуть и занять прокуратуру можно сказать силой и вот сама был первым человеком который разбил окно прокуратуре заскочил туда и потом он на крышу этой прокуратуры возгрузил знамя днр на конечно мы отжали там обмундирование этих срочников ну нам же что же надо было в чем-то защищаться то что тогда же и про украинские силы тут спонсировались а в донецке неплохо многие были такие радикально настроенные против донецкой народной республики тогда пострадали губарев паша пострадал олег глебов пострадал это депутат первого созыва нашего донецкой республики я когда приехал домой я снял штаны а у меня все ноги были синие в точечку от резиновых пуль ну стреляли сдали кашу вот только синяки оставалось а в горячке там же боли не чувствуешь ну ребят мы не трогали вообще вот этих срочников вот это все мы просто оттеснили и все отпустили с миром ну так вот началась короче наша дружба с ним потом мы с ним встретились 2 мая после вот этих известных событий в адресе я предложил товарищу сделать распечатки фотографий этого всего беспредела что в украине творился как с адресой поступили и у нас есть небольшой такой памятник в бой нам афганцам и сказал ему кинуть клич в интернете по петру русским группам и сделать такой импровизированный мемориал ну как мне это самое мы конечно надеялись что придут люди которые поддержат но пришло очень много народу поддержать это и саму собой тогда уже на этом весь мемориале вечером все решили не прошедшие люди что утром идем в райсовет чтобы нам предоставляли помещение под референдум а проведение референдума потом 3 это 4 числа мы без всяких сопротивлений без ничего просто зашли договорились и нам отдали полностью райсовет наше распоряжение проведение референдума нам выделили там несколько кабинетов не то что мы там прошли и начали хозяйничать в райсовет работал делал свою функцию насколько он тогда мог это делать ну когда я зашел в райсовет и вот это все таки после одессы страх же был чтоб там не попалили живых людей мы начали проверять пожарную систему и как интересно во всем райсовете не оказалось ни одного рабочего огнетушителя ни одного рабочего целого шланга пожарного вообще вот полностью все сгнившая было но там недалеко есть пожарная часть и мы с собой поехали туда пацаны пожарники конечно молодцы нас поддержали дали нам огнетушители дали нам все что нам надо было просто вот показал паспорт они записали фамилию имя отчество не все и нам дали не знаю забрали они потом с райсовета это или нет ладно шоя себе и гена тогда создал вот вот этим движением петровское ополчение потом здесь ну получилось как несколько этих подразделений оплот тут шахтерская дивизия петровская рота восток ну толчок вот именно на петровке дал именно сова этим импровизированным мемориалом ну потом события начали развиваться бурно и это пришло время проведения референдума и конечно сова провел референдум можно сказать вот именно своими силами в петровском районе вот он это сделал люди его поддержали все а потом череда событий через месяц начали стрелять по маринке маринке стоял блокпост на котором было изображение три автомата штуки 4 пм а и охотничьи ружья ну поскольку наши доблестные украинские воины воюют лихо подумали зачем обходиться малой кровью если можно пустить большую и по спасшему выходному городу маринка выпустили 4 пакетов града и первый кто прилетел на помощь тогда вот именно приехал сова у них на пять человек было два автомата и они прилетели под градами вывозили людей помогали пять человек с двумя автоматами они вы высунулись на самый вперед чтобы город хоть успел попрятаться вдруг после подготовки зайдут войска они стали впереди чтобы хоть как-то собой задержать это чтобы люди хотя бы по подвалам успели попрятаться это я так рассказываю просто о простом парне из петровки потом события начали очень бурно развиваться потом следующий обстрел был по городу красногоровки я волей судьбы находился тогда в петровском районе встретился с собой мы стояли возле петровского центрального бомбоубежища д.к. стояли разговаривали и слышим что по красногоровке разродились грады и мы тогда на двух машинах поехали я вообще без оружия ну как без оружия у меня была самодельная палкострелялка под охотничьи патроны а у гены в машине было опять же этих два чудо автомата и один бронежилет который висел просто на дверке его даже никто не думал одевать и сколько у вас едут наверно штуки четыре рожка было 5 рожков надо на два автомата и вот с этим бы к поехали мы в красногоровку я созвонился я не помню кто мне этот номер телефона передал есть такая девочка семерочка я ни разу в жизни не видел я созвонился с ней сказал что в красногоровку обстреляли она отправила на эвакуацию автобусы автобусы снялись маршрута на 41 42 маршруты это большие автобусы такие поместительные эти автобусы развернули под обстрел чтобы людей вывезли с красногоровки провести эвакуацию водители вообще это герои гражданские люди они я не знаю даже были среди этих водителей те что поддерживали украину ну они поехали не бросили автобус не оставили людей в виде они просто поехали под обстрелом вывозить людей это вот просто так какие люди в донецке живут просто человек водитель вот он своей жизнью рисковал чтобы вывести как можно больше людей и в это время гена он опять же высунулся на самый вперед это там есть мусорный полигон красногоровки пустырь и через него вот именно предполагалось а что только зайти украинские войска и он опять же с этими двумя автоматами но на этот раз их четверо только было с пятью рожками поехали туда встречать да там были кардио-ректировщики огня был бтр но они с двумя автоматами против бтр у вас были хоть гранаты даже гранат не было и человеку просто вот высунулся на самый период где ему никто поддержки не даст двумя автоматами это ну рожок на сколько это секунд пять пять секунд вот именно рожка нету ну были патроны россыпи это получается один бы по одиночными отстреливался второй бы сидел и прядом забивал бы эти патроны насколько можно было сдержать они начали гонять этот бтр потом после градов где-то в минуту как они били они тоже вот именно били чтобы максимум нанести урона они вот выложили грады и минут через сорок когда люди с испугу позаскакивали попрятались они минут через сорок пускают тяжелую артиллерию в виде акации ополченцы были примерно оттуда куда стреляли ну километров за пять ополченцы стояли чуть-чуть стороне от города они стояли там на базе минеральных удобрений там если честно ну глупая позиция была вообще глупая ее можно было обойти занять в кольцо намотать этих троих это самое троих ополченцев вооружение не было с кс и были тогда там ну вообще ну там стояли вот просто люди которые даже с автомата не могли стрелять мне в красногоровке вот товарищ который взял первый раз в руки автомату именно после вот этого обстрела вот воевали те люди он сам левша и он взял правильно автомат начал стрелять и он закрыл правый глаз а с левого целился он через голову целился он не видел куда он стреляет он говорит я не могу попасть я говорю от их глаза попробуй поменять то что ты левша или брать на другую сторону на другую сторону неудобно то что пороховые газы тогда в лицо идут нет за вылетают через лицо это не сильно удобно стрелять если автоматы специально для левшины это дефицит само собой но факт то что вот люди пришли которые даже как говорится гавкали на автоматы на все вот именно для них охотничье ружье было и для меня тоже я когда первый раз увидел свд это в маринке на блокпосту было взял в руки свд и мне было интересно ну через оптику посмотреть это все свд было на предохранителе и получается я просто в оптику смотрю свд кручу и проезжает мимо автобусы сторону автобуса поворачиваю свд и разворачиваюсь просто я даже не понимал что я этим перепугал полностью весь автобус то что я ружье бы наставил на автобус и этого даже не под не понимал тогда то что у меня в руках оружие я просто в армии не служил я на тот момент я от оружия был далекий в детстве в бурном конечно в юности стрелял со всего конечно оружие но вот так обращаться не ну ладно что мне вам рассказать что есть такие вот скромные ребята которые даже стесняются на камеру показать себя и так вот именно вот начались наши приключения с геной маринку когда обстреляли вот это же я на первый приехал ну когда в маринку первый раз зашли украинские войска после очередного артовстрела я на услышал об этом и приехал у нас там стоял блокпост ну т-образный перекресток такой получается в маринке там такое малонаселенная местность в рядом с селом александровка и ена узнал что что там будет ехал туда у него была машина тогда девушка иннекция по моему все разрисованные во флаге днр новороссии флаги торчали ну такая вот именно ополченская машина такая и он влетает на эту т-образку и в это время до него выходит украинский военный и перед генной разворачивает украинский флаг чтобы поставить на этом блокпосту тогда просто не равна этом блокпосту стояла пять человек они отстреляли все быка и отошли на трудовские и украинские вояки заняли этот блокпост и гена умудряются у них на носках развернуться и уехать оттуда бросить машину в александровке подождать подкрепление и полностью выбить оттуда украинских вояк без потерь тогда просто выбили вот именно ну и так вот гена на похождения вот самое весело у него аэропорт был его отправили туда откуда никто не должен был вернуться ну так если логически подумать ну поскольку парень такой вот именно везучий и как воин очень его уважаю знающий свое дело он умудрился сделать бой спалить мбтр и выйти оттуда без единой потери своих пацанов 27 человек и он всех вывел без единой потери при этом уничтожил бронетехнику в живой силе я не знаю сколько они там нашухарили ну пошухарили именно и тогда благодаря этому действию вот именно заняли короче старый терминал ну другое подразделение уже но факт то что гена тогда принял весь бой на себя вытащил все их не возможные и невозможные силы и когда уже и на подразделение осталось без быка они отходили начала по ним работать артиллерия он и на расскажи как вы бежали а вам мин и вот именно по вашим следам латвились уже после проведения референдума украинские власти погнали сюда колонны бронетехники и они за при морянский район точнее во время проведения референдума первые бронетехника зашла она зашла в районе крахова поселок дачная стали украинские военные и в красной армии зашла уже тогда короче батальон донбасс вот этот веселый и там илюша кива который нам джипа подарил спасибо за джипа эренволда но они дыхали короче после карловки после бою на это потом я сейчас расскажу о том как зашли вот село константиновка есть маринском районе и зашло 40 единиц бронетехники а тогда ополчение именно формировалась а только а получается как я на машине проехал увидел это всю мощь короче украинская армия после референдума и проехал до совы они тогда сделали сообщи став себе на учебном комбинате с шахты 21 я заезжаю везешь такой на монтаж у нас из оружия несколько охотничьих ружей там это максимум мы могли себе позволить там пару автоматов если было это не это там ну только вот начиналось это формирование травматы у нас считались а и флабера тогда считались а за огнестрельное оружие против танков я проезжаю до совы короче на уч пункт и ему рассказываю короче везешь понимаю что это будет дальше говорю сова таки так 40 единиц бронетехники среди сова у него в руках воздушка и он такой перезаряжает и висит на стенке мишень стреляет в мишени поворачиваться до меня до меня говорит миша я петровку не отдам с воздушкой в руках мне этот человек сказал который знает что там 40 единиц бронетехники и я понял что этот народ точно не победить и так оно и получилось а когда были тяжелые бои сова никогда не покидал петровку я вообще умудрялся еще съездить в командировке там где сама жарко туда он ездил шахтерск снежное за шахтерский ваша сушка погоняла что он еще за ему рассказать так вот не знаю вот на камеру это все как-то тяжело вспоминается просто были такие вот нюансы когда просто всего вот хладнокровности я поражался вот именно когда тяжелые времена он всегда был спокойный короче уравновешенный когда маринку фосфором посыпали я тогда выскочил так что у нас связь схватила звоню сове говорю у нас по маринке горит сова едет на пожарную часть петровского района договорил ну проезжает говорит там маринка горит полностью сейчас прыгает пожарные машины и гена тогда вот именно обстреливали фосфор для нас это тогда дико было это нам как еще был там по на рассказывали какая это страшное оружие фосфор что там дышать нельзя в районе где стреляют фосфором и все равно это его не остановило он проехал первый из пожар пожарников провез и выехал опять же на передок чтобы не пропустить вот именно пока мы пацаны тушили короче маринку он стоял до последнего прокрывал короче чтоб украинские вояки не зашли просто тихий скромный парень который даже слезняется показать себя как говорится даже на камеру заслух у него очень много не вот где будут именно когда первые обстрели начались вот именно только первый взрыв и постоянно вот именно саванна петровки летел туда первый короче чтобы людям помочь как-то охотить кого вывести кого где-то подвалы но уже он в армии служим и правда украинская армия не считается что то армия была тогда но все равно хоть какой-то курс молодого бойца он прошел то даже вот страшная история одна вспоминается как мы с ним получается сходили в разведку и на возвращение ну возвращались с под красногоровке и по петровке точнее по трудовским отработал василек украинский василек и получается как прямое попадание в автобусе благо повезло что в этом автобусе мало жертв было но самая страшная там жертва была эта женщина свой день рождения она работала диспетчером трудовской автостанции диспетчером работала она на свой день рождения поехала вот просто ну домой провести как говорится после работы отметить свое день рождения за мага рычу и прямо в этот автобус попала мина и в общем женщины полностью срезала пол головы и мы вот это с собой приехали туда вот именно это страшно представьте свой день рождения человек ну все-таки праздничное настроение и вот тут я привет от украинской властей такой он за вам не говорит потом ее сын взял оружие в руки пошел мстить за мать потом нас обвиняют что мы террористы